Всем привет! В сегодняшней серии мы как раз-таки и покажем, можно ли на Бали купаться, существуют ли пляжи для купания. Тут как будто бы цунами был, посмотрите, как все разрушено. Фух, только что искупались, и первое, что я хочу сказать, это вообще ни разу не Таиланд. Хотел вам показать как раз немного другое Бали, которое не показывает большинство блогеров. Ну что, все, мы отсюда уезжаем. Сегодня, как назло, такой пасмурный день. Надеюсь, дождя не будет, потому что Маша будет ехать в такси, там мы заказали граб, а я буду ехать, конечно же, на байке. Буду ехать за такси, пытаться не отставать. Ну что, мы наконец-таки доехали до нашего жилья, ехали в принципе быстро, от Куты до Пандавы тут ехать недолго. Но хозяин жилья этого указал неправильно точку, и нам пришлось с чемоданами ходить там 300 метров в одну сторону, 300 метров в другую сторону. Ну ладно, сейчас покажем обзор нашего жилья. У нас получается вот калитка, тут вот заходишь, и вот эта вот вся территория полностью наша. Видите, вот этот забор тут, и тут тоже забор, такая пальма растет. Тут у нас получается кухня, она вот полностью наша, не общая. Тут место, где поесть, тут место, где поготовить. Да, видите, холодильник есть, тут комфорки, кухонная утварь, вангаз. Тут, конечно, бассейна не хватает, так бы было вообще идеально. Но вот то, что оставалось на Airbnb, то и взяли. Внутри у нас вот такой вот рабочий столик. Конечно же, большая king-size кровать с таким потолком, где ни конца, ни края. Такие небольшие тумбочки. Обязательно шкаф. Ну и изюминка этого места, это, конечно, вот эта вот ванная, таким вот с тропическим потолком. То есть, когда идет дождь, ты можешь сюда забраться, набрать горячей воды и получать удовольствие. Ну и вот это вот у нас душ. И также тут есть вот такой вот туалет. Ну это чисто в балийском стиле. Это балийцы очень любят так делать. Санузел, вот он под открытым небом. Хорошо, хоть сетка есть. Если бы не было сетки, заходишь и постоянно какие-то жуки, летучие тараканы, кто угодно может залететь. Приятного мало. Такое жилье мы тут буквально на 10 дней, чтобы тут показать ближайшие пляжи, чем живет вообще Букит. Это еще не все. Сейчас покажу красоты, которые есть снаружи. Тут прям такая настоящая деревенская жизнь. И когда выходишь, на тебя очень внимательно смотрят вот эти вот две головы и там еще одна собака. Вот они прям смотрят, вообще глаз от тебя не отводят. Ну и вот такой вот заезд. Тут, скорее всего, еще один домик, где живут люди. И вот тут вот балийца, который следит за байком. Ну вот, собственно говоря, наш байк. Такая вот настоящая экзотика, конечно. Вот после семьяка Куты и Легиана, где мы жили, потом, когда сюда приезжаешь, конечно, ощущение, что ты вот действительно где-то в тропиках, а не где-то в каком-то городе. Ну и по стоимости получается так, что оплата была с тайской карты, поэтому списали 9111 бат. Это всего на 11 дней. Представляете? То есть настолько сейчас нету жилья на Бали, что на Airbnb даже... Ну вот такое не супер прям лакшери место, да, тут бассейна нету. То есть получается, если брать на месяц, это будет, ну, в районе 1000 долларов. Цены не маленькие, но это все почему? Потому что сейчас на Бали практически нету жилья на таких сайтах, как Airbnb, Agoda, конечно же, островок. Нужно или самому ездить искать, или же где-то как-то через знакомых что-то узнавать. И еще что хотел показать, купил тут на днях шлем. Он такой типа чуть-чуть дизайнерский, потому что в том, который у меня был, было нереально ездить. Просто я еду, и у меня все в глаза попадает. Вот в таком, который, видите, тут нету так называемого визора. Я просто не могу в таких ездить. Я езжу на скорости 80-100 километров, и тут есть такая, оп, видите, задвижка. И едешь как Дарт Вейдер. Очень крутой шлем, мне нравится, и прям такой стильный, прикольный. Если куда-то уедем, вот с Бали, его с собой возьму. Я его купил с рук, в районе 500 тысяч рупий. Изначально продавец сказал, что он стоил миллион. Ну, правда или нет, не знаю, но мне пока он нравится. Как обычно бывает в Азии, к нам пришел очередной кот. Вот мы его подкармливаем, но он гладить себя не дает. Да? Каждый раз, когда мы рассказываем о том, что мы поедем, перейдем на Бали, очень многие говорят, о боже мой, там же дорого все, там же у нас дорогое жилье, там все эти кафешки красивые, супер дорогие. Но на самом деле это не так. И мы хотим вам показать как раз немного другое Бали, которое не показывает большинство блогеров, показать именно такое бюджетное, которое может себе позволить практически каждый. Сейчас мы, например, сидим в достаточно простой кафешке, где нет вот этих всяких навороченных красивых блюд и так далее. Есть обычная Балийская еда. И вот, например, кокос, кстати, посмотрите, какой он огромный. Он раз в два, наверное, больше, чем в Таиланде. Стоит всего лишь 20 тысяч индонезийских рупий. Это примерно один доллар. Цены начинаются на обычный, на сигаренг с курицей, от 18 тысяч индонезийских рупий. Это получается где-то в районе 80 рублей. А самое дорогое блюдо здесь будет стоить всего лишь 85 тысяч. Это стейк. Это меньше 400 рублей. Как и везде в Азии, конечно же, в кафе будет находиться кошка, которая будет просить поесть. Кафешка называется Варунг Макан Мэй-2. Обычная придорожная кафешка рядом с Коконат Март. Мы находимся где-то вот в середине острова. До ближайшего пляжа ехать минут, по-моему, 8-10 до Пандава-Бич, насколько я помню. Ну, вот тут готовят балийцы. И тут можно сесть. Обычно она пустует, буквально один-два человека. Не очень популярная кафешка, но тем и лучшим. Даже можно руки помыть и посмотреть на себя в зеркало. Нам принесли еду. У меня курица-терьяки с соусом. Очень-очень вкусная. Я уже попробовала маленький кусочек. Цена моего блюда стоила 50 тысяч рупий. У Паши практически то же самое, только говядина. И цена уже на нее будет стоить 60 тысяч индонезийских рупий. На самом деле мы с Машей заказали практически самые дорогие блюда. В основном Мия Гарет Найси Гарен стоит там 17-18 тысяч рупий. Самое интересное, что блюда за 17-18 тысяч будет в два-три раза больше. Мы иногда просто уже не могли доесть. А вот принесли в три раза дороже. И получается, что блюда намного меньше. По поводу моего блюда могу сказать, что мясо очень-очень твердое. Балийцы не всегда умеют хорошо делать именно говядину. Маленький такой лайфхак. Если вы заходите в такие бюджетные достаточно кафешки, причем будь это Индонезия, будь это Таиланд, то все-таки лучше заказывать именно такие традиционные блюда этой страны. Потому что они их всегда хорошо готовят, всегда хорошие порции и всегда хорошие цены. Что касается таких более блюд европейских, то они их далеко не всегда умеют готовить. И очень часто бывает так, что ты заплатишь деньги, и получается удовольствие, никакого не получил. Смотрите, еще одно популярное блюдо, которое есть на Бали, и которое стоит попробовать. Оно также распространено, как в Таиланде. Смотрите, как вот эти вот блинчики. Здесь это мартабак и таранг булан. И мартабак, он обычно с такими какими-то сытными начинками. А что касается вот этого, он обычно такой очень сладкий. Как-то зло, это всегда все делается вечером. Все достаточно такое калорийное, но тем не менее очень вкусное. Поэтому рекомендую попробовать. Ну и как мы обычно любим, мы рассказываем во всех местах про кофе. Есть оно или нет. На Бали, в Индамарте есть вот такие вот точки, point coffee, где можно купить капучино, латте, все что угодно, горячее и холодное. Это очень здорово. Но также есть еще очень интересное кофе. Мы в это кофе просто влюбились, потому что оно невероятно вкусное. Это не просто кофе, это авокадофи. Оно сделано на основе авокадо. Вот здесь вот авокадо, вот здесь вот идет кофе. И, конечно же, взбитые сливки с шоколадом. Вкусно просто невероятно. Поэтому если зайдете в Индамарт, обязательно возьмите, попробуйте. Это невероятно вкусно. Стоит 30 тысяч индонезийских рупий, это примерно 2 доллара. В сети распространен такой миф, что Бали это все-таки не для купания. Если вы приезжаете на Бали, это серфинг, это саморазвитие, духовность и так далее. Но это никак не про пляжи. Сегодня мы как раз-таки побываем на тех местах, которые считаются именно для купания. Первый пляж это у нас Пандава. Въезд сюда стоит на одного человека 15 тысяч рупий. Но это где-то примерно 1 доллар. Ну и вот, собственно говоря, позади можно увидеть одноименный пляж, который называется Пандава Бич. Сразу же можно увидеть, что большие волны. Когда сюда подъезжаешь, думаешь, о боже мой, большие волны, разве этот пляж для купания? Но на самом деле на расстоянии где-то 50-100 метров они большие. А дальше уже ближе к берегу существуют так называемые рифы, об которые все волны и расшибаются. Вот отсюда можно увидеть просто какой цвет воды. Это просто как вторые семиланы. Красота, конечно, нереальная. Ну и сейчас мы, конечно же, спустимся вниз и покажем, что по правую сторону, по левую, а также немного инфраструктуру. Ну вот, еще немного сниму панораму, потому что вот тут такая при въезде большая обзорная площадка, на которой можно стоять и смотреть очень долго на эту красоту. Заплатив 15 тысяч рупий на входе, вам дается парковка. И тут уже, как обычно, много-много туристов. Чаще всего это из Индонезии, из Джакарды, Явы, еще откуда-то они приезжают на больших автобусах, как правило, или каких-то маршрутках таких. И тут уже начинаются небольшие такие киоски, где можно купить кокосы, еду, напитки и все остальное. Это вот такой самый главный вход. Ну и сразу хочу сказать, что именно береговая линия тут, она очень большая. То есть в ту сторону километра, не знаю, наверное, 2-3, если не больше, и по правую сторону тоже. Мы пройдемся и налево, и направо. Сейчас покажем, как есть. Видите, можно тут помыть руки. Это последствия ковида. Ну и тут такая вот самая туристическая зона. Видите, они не очень большие любители купаться, поэтому, как правило, просто стоят и фотографируются на фоне океана. Цвет океана тут просто такой невероятный. Вдоль этого пляжа такие есть шезлонги, которые можно арендовать. Ну и сам океан. В самом начале он такой светло-зеленый, да, а потом немного темнее. Вот где темнее, то уже начинаются кораллы, рифы, и поэтому тут особо прям не искупаешься. Знаешь, там на 30, на 50 метров туда уже не проплыть. Надо иметь это в виду. Ну и вот, мы решили сначала по правую сторону пройти, потому что именно с правой стороны есть ограничения по расстоянию. Там уже скалы начинаются. И, что я хотел вам показать, с правой стороны есть очень много различных макашниц. Вообще на любой вкус и цвет. Все, что вы только хотите. Hello. Not now. А how much one? 50? Вот такой шезлонг стоит 50 тысяч рупит. Ну и тут такие вот есть кафешечки. Можешь сесть. Чипсы. Пивко. Кокос. Все, что вы хотите. Hello. Вот еще кокосы. Кокосы, кстати, тут огроменные. Тут, наверное, на троих хватит, чтобы напиться. Вот, больше моей руки. Это во мне тайский, где берешь один. И даже один человек не может напиться. Тут трое. Но, единственный минус, они, конечно, не такие сладкие, не такие вкусные. Hello. А тут можно арендовать различные каяки, лодки и все остальное. Людей сегодня как-то немного. Я помню, сколько мы, три года назад тут были, да? Тут, конечно, людей некуда было яблоко упасть. Сейчас настолько мало, что вот Балийка даже уснула. А, ну вот, вы увидели, есть туристы. Все-таки туристы есть. Не только мы одни. Смотрите, решили посмотреть, сколько стоит в этих кафешках еда. И, конечно, мы очень сильно удивились, потому что там Мия Горенг стоит 15 тысяч всего. Капкей – это такое блюдо из овощей с курицей. Стоит 20 тысяч. То есть это меньше 100 рублей. Это просто невероятно, потому что на первой береговой линии находятся. И обычно все стоит тут дороже, а тут нет. Посмотрите, прям вообще очень даже бюджетно. Ну и кокос стоит 20 тысяч рупий. Это, ну, как в обычной кафешке, да, очень даже недорого и хорошо. Вот Балийцы, видите, что-то вяжут еще для очередного праздника какого-то или для подношений своим богам. Даже есть такие торговые места с вещами. Можно купить что-нибудь для пляжа, там еще для чего-то. И также, к моему удивлению, смотрите, строят новое коммерческое помещение. Скорее всего, коммерческое, потому что, ну, тут жить вряд ли кто-то сможет. Тут одна кровать и то полуторка поместится еле-еле. Мы с Машей тут разбежались, думали, сейчас дойдем аж туда вот за поворот завернем, как сделали три года назад. Но тут такой прилив, что, ну вот все, уже дальше не пройти. И волны разбиваются о так называемую вот эту набережную. Ну, есть такие же лодочки, на которых или ловят какие-то морепродукты, или же возят туристов. Но, скорее всего, это для рыболовства. Ну и вот, о чем я говорил. Различные такие вот подношения, где есть, видите, немного цветов, сладости, обязательно рис и печенька. Это болицы задабривают богов для того, чтобы боги сделали так, чтобы к ним приходили различные туристы именно в их кафе. Они в это верят от чистого сердца. Ну, а также таким способом они задабривают злых духов, чтобы они взяли какие-то угощения и, собственно, не делали какие-то гадости для людей. Ну и вот, мы и дошли до самого конца. Да, тут можно увидеть такую же разбитую набережную и большие волны, которые разбиваются об эту набережную. Тут как будто бы цунами был. Посмотрите, как все разрушено. И вот тот самый камень, где 5 лет назад я фотографировался. Ну вот, сейчас покажу фотку из Инстаграма. Мы думали, сейчас тут снова сделаем какие-то фотографии для превью, для еще чего-то, но и заодно искупаемся. Но сегодня у природы абсолютно другие планы. Посмотрите, просто какой тут сильнейший прилив. И ветер, и прилив, все против нас. Ну ладно, пойдем сейчас по ту сторону показывать. И тут со всех сторон можно увидеть огромные такие скалы, которые вот ровным образом подрезаны. И они окружаются со всех сторон. Ну вот, мы вернулись к центральному входу. Сейчас еще чуть-чуть тут покажем. Беленький песочек, голубая просто водичка идеальная. Симиланы или Колан, вот примерно из той категории. Единственный минус, конечно же, это волны. Вот они, смотрите, как далеко сегодня заходят. Но это все-таки Бали. Тем не менее, сейчас мы подойдем к тому месту, где люди купаются и получают удовольствие. Thank you. Пока вы сидите, вам могут сделать массаж ног. Это, конечно, здорово. Но это везде, это везде по Азии. На пляже такая распространенная услуга. Ну вот, можно увидеть место для купания. Цвет воды вот просто нереальный. К сожалению, сейчас чуть-чуть тучи так накрыли. Но даже вот при этих условиях вода делает просто такой невероятный оттенок, красивейший. Ну вот, тут уже практически все жезлонги уже заняты. А все почему? А потому что тут купаются люди. Именно тут очень даже хорошая водичка. Правда, видите, далеко не зайти. Но так вот, зайти по плечи, по пояс, поплескаться тут можно. А в районе Чангу, Семеника, Куты чаще всего это не сделать, потому что волны просто накрывают с головой. А тут можно вот зайти, поплескаться. А вот тут уже нельзя купаться. Тут уже красные флаги. Ну и вот можно увидеть, что-то вот под музыку все танцуют, зажигают. Это, наверное, какая-то группа приехала. И сейчас будет какой-то у них зарядка, что ли, под музыку. У болитцев очень развиты какие-то коллективные игры, коллективные занятия. Вот смотрите, видите, играют вместе. Руки взявшись, что-то голосуют. Причем это не единичные такие случаи. Очень часто мы на других пляжах видели, как болитцы играют. Даже уже взрослые там, кто за 30, кто за 40. Причем это все с такими возгласами, веселыми криками. Даже в этом плане завидую. Потому что у нас, чтобы таким образом сплотить людей, чтобы они там веселились, нужен, к сожалению, алкоголь. А у болитцев, вон, пожалуйста, взяли и играют. Вот, что для счастья еще надо, для балийского. Ну а для нашего счастья, вот в принципе, что же, что еще надо, посмотрите. Ну вот шезлонг с картинки просто. Глаза радуются. Также, если вам скучно, можете взять вот каяк, тоже на нем покататься. Все виды отдыха. Бали еще славится вот такими беседками, где можно посидеть, отдохнуть. Видите, тут ни столика, ничего нет. Просто ты тут садишься и сидишь с таким вот потрясающим видом. И смотришь на красоту, которая вокруг тебя. И еще немного кафешечек. Видите, тут и шорты можно, и плавки купить, и футболки, майки, вообще все, что угодно. А также напитки у вас. Тут просто супермаркет в одном небольшом ларьке, где есть абсолютно все. Ну и вот на протяжении всего пляжа есть такая вот дорожка, где вы можете спокойно ходить. Также на входе, не успел заснять, там есть большой выбор велосипедов, а также различного транспорта даже для детей. То есть можно взять и тут покататься. Притяженность этой дорожки велика, то есть можно вполне себе очень неплохо так покататься. Если вы велолюбитель, а также хотите с ребенком весело провести время, то этот пляж вот очень даже подойдет неплохо. Ну местные вот катаются даже на таких вот каких-то электровелосипедах. Но я видел, тут и на байке многие ездят. Ну вот, можно взять какой-нибудь напиток и сесть вот за таким столом большой компании и смотреть на красоту. Ну а кто-то вот сейчас делает асаны навстречу океану. Как фотообои для компьютера, да, смотрите какая красота. То есть заказываешь какой-нибудь напиток, ложишься и вот просто смотришь на вот такую вот красоту. Вот еще немного инстаграмного места. Но если вам этого мало, можно повернуться налево, где просто вот все в картинке. Именно тут вы снимаете просто лучшие какие-то кадры свои. Тут красота невероятная. И даже есть бассейн. Вот для полного отдыха, если вам море вообще особо не нужно, берете вот какой-нибудь коктейльчик, садитесь в компании и отдыхаете. Именно этот отдых на Бали очень и очень развит. Если вы вот прямо любитель этого отдыха, тут поверьте вам, на любой вкус и цвет его будет предостаточно. Продолжение следует... Ну вот сейчас мы дойдем до следующего местечка и там уже включимся. Мы уже и подходим к тому самому пляжу, где и хотели искупаться. Людей не так много, как ожидалось. Желающих искупаться все-таки на Бали, мне кажется, очень-очень мало. Все сюда едут только ради каких-то таких красивых кафешек, серфинга. Ну и вот, смотрите, какая тут красотища. Березовая водичка. Места для купания достаточно много тут. Ну и купающихся не так много, как ожидалось, но все же они есть. Ну что, сейчас будем купаться наконец-то на Бали, а то уже мы и забыли, что это такое. И потом расскажем наши впечатления. Ну что, друзья, сейчас посмотрим, какая здесь водичка. Пока что я вижу только что, она бирюзовая. Единственное, я вижу здесь камушки такие опасненькие, вот такие, поэтому тут нужно быть осторожными. Вот так, кстати, прохладная такая достаточно. Ну водичка, конечно, прозрачная. Вот, но единственное, конечно, здесь волны настолько сильные. По ногам камушки немножко бьют такие достаточно крупненькие. Поэтому так, чуть-чуть тяжело заходить, но я смотрю, люди купаются. Вот, и в принципе их это не сильно смущает. А, и тут такой достаточно резкий заход. Фух, только что искупались, и первое, что я хочу сказать, это вообще ни разу не Таиланд. Тут такая борьба идет, когда ты заходишь в воду, это ужас какой-то, это просто, ну, невероятно. Ну, во-первых, тут имеют место быть вот такие вот камни, но это не только при входе. Самое интересное, что когда ты заходишь в воду, эти камни просто повсюду. Видите, там немного темные, это все камни. То есть они на высоте там метра, и практически об них бьешься. Мы просто тут ни разу не купались, и я об этом не знал. Мы чуть-чуть прошли подальше, вот как раз, видите, где красный флаг, где дамы расположились. Как раз таки вот, когда отсюда заходили, тут уже более-менее купабельное место. Тут уже я смог проплыть хотя бы метров 20-30. Но когда ты заходишь и выходишь, тут такой рыхлый песок, что у тебя просто нога проваливается туда, по колено практически. И когда ты выходишь, происходит то же самое. И поэтому такая вот постоянная борьба. Вот сейчас женщины будут заходить, и мы сможем посмотреть, насколько это неудобно. Вот, видите. Ну, во-первых, да, волны какие-то есть, а во-вторых, все-таки... Ну да, вот надо сразу потом прыгать в воду и стараться не остановиться, потому что там могут быть камни, какие-то кораллы, еще что-то. Это, конечно, не Таиланд. Но если ты пару раз тут искупался, ты уже будешь знать, где как заходить. Я думаю, проблем не будет. Наступил вечер длинного отличного дня, и, конечно же, мы пришли отведать что-нибудь вкусное в то место, где уже посетили, где имея горенки по 15-20 тысяч рупий. И вот такой вот кокос огроменный. Смотрите, ложку так поставили. Тут просто на троих пить не перепить. Сидим с таким вот видом, наблюдаем. Сейчас случился, конечно же, отлив. Уже видно зеленые вот эти вот кораллы, водоросли. Ну и вот мы сидим, смотрим, наблюдаем на красоту. Заката тут, к сожалению, видно не будет. Он где-то вот там вот справа. Нам принесли наше блюдо. Маша Наси Гаренка у меня. Мегаренк, то есть, ну, собственно говоря, лапша и рис. Единственное отличие. У меня такой немного остренький, но, в принципе, очень даже вкусно. Такой немного тайский оттенок. А у Маши сейчас она расскажет. Ну, у меня на самом деле такой обычный жареный рис с курицей. И курица, кстати, чуть жестковата, но в целом здорово. Потому что это стоит всего лишь 20 тысяч индонезийских рупий. И вот такой вот вид бесплатно. Весь наш обед стоил всего лишь 70 тысяч индонезийских рупий. В рублях это примерно 300 рублей. То есть мы заказали еще чай, заказали кокос и заказали два блюда. Это, конечно, невероятно. 300 рублей всего. Спасибо всем за просмотр видео. Если оно было интересно и полезно для вас, то, пожалуйста, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok